Материальная сторона, конечно, сегодня мир чрезмерно материализован. Сегодня, если только мы 10-20 лет назад мы видели только лишь некоторые программы по телевизору, сегодня телевизор стал ненужным, потому что всё мы здесь видим. Кто домой какой пылесос купил, мы узнаём через эту вещь. Кто какую косынку одел, узнаёт женщина. Всё демонстрируется, всё показывается. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, предостерегал женщин посещать роскошные дома. Хадис есть в таком смысле. Почему, говорит, потому что те люди, которые посещают роскошные дворцы и дома, они выходят, говорит, из этих дворцов, из этих жилищ богатых людей с недовольством к Создателю. А сегодня всё, все средства массовой информации навязывают роскошь. И вот бедная женщина думает, как же я несчастна. Вот у меня нету этого Дайсона, у меня нету там это и так далее, и так далее. Хотя кушать есть, одевать есть, обеспечены, тепло есть, крыша над головой есть. Всё, начинается недовольство. Начинаются искусственно завышенные запросы к мужу. Муж на этой почве начинает нервничать. Вот таковы сегодняшние реалии. Поэтому лучшее, самое лучшее богатство – это довольство Всевышним Аллахом и быть благодарным Ему, дорогие братья, дорогие сёстры. Пророк, салли Аллаху алейхи вассаляма, сказал, вы, говорит, смотрите на тех, кто худше, в худшем, чем вы в положении. Порою я бы посоветовал бы очень часто посещать дома нуждающихся. Проводятся, вы понимаете, очень замечательные, хорошие акции благотворительные, благотворительным фондом и инсан, и другими. Я, если вы хотите получить большую пользу для своей семьи, духовную пользу, нравственную пользу, скажите, давайте вместе пойдём сегодня в этот инвалидный дом или же детский дом, или же в какую-нибудь больницу увидеть. Тогда скажите, аль-хамду лиллях, я вижу, я без очков вижу, оба глаза видят. Аль-хамду лиллях, мне не нужны костыли. Я нормально хожу, я могу руками что-то делать. Что может быть ценнее, что может быть дороже здравия в теле? Поэтому, дорогие сёстры, ищите поводов воздать хвалу Всевышнему Аллаху. Ищите поводов быть довольными, что вы имеете, а вы имеете очень многое. Аллах в Куране говорит, Аллах крайне презирает тех людей, которые не замечают его блага. Аллах говорит, Вы если начнёте считать блага Всевышнего Аллаха, вы их не пересчитаете. Этот аят же не адресован одним миллиардерам, миллионерам, богатым людям. Этот аят адресован даже самому бедному в материальном плане из нас. Даже если самый низший в материальном плане из нас начнёт считать, сколько у него есть из благ данных ему Всевышним Аллаху, он не сможет их перечесть. Тогда скажи, Аллах в Куране говорит, Если вы будете благодарными, я вам непременно прибавлю. А благодарность – это не просто альхамду лиллях, шукру Аллаху. Благодарность – это состояние души. Это то состояние, в котором ты будешь счастлив, даже если ты живёшь во времянке, если ты в этом состоянии не находишься, ты будешь несчастен, даже если ты будешь жить во дворцах. Шукру – это состояние души. Поэтому вот это материальное состояние. Материальная причина, социальная. Это очень часто становится причиной разводов. Зачем? Какая есть причина? Смотришь, очень часто приходится нам разбираться. Нет, абсолютно нет причин. Если человек стал беден, не зарабатывает. То есть действительно бывает в этом плане и реальная причина. Если реальная причина разводов – это лень мужчин. Такая причина тоже имеет место. И очень часто. Он не может отрываться от дивана и от телевизора. Он готов питаться на зарплате собственной супруги и на её пособиях, чем встать и взять в руки или лопату, или какой-нибудь инструмент. Нет, он не из таких, которые такую работу делают. Он ждёт какую-то тему. Тема должна подвернуться. Пока не будет темы, он спокойно может на материнский капитал купить себе машину, на детские пособия забрать карточку у матери. Я, пользуясь случаем, говорю, материнский капитал в распоряжении матери для того, чтобы устроить жизнь этих детей, улучшить материальное их состояние. А ты же, мужчина, ты выходи, работай и не понтуйся. Придётся копать – копай. Придётся камни таскать – таскай их. Аллах откроет тебе возможность. Аллах, откуда ты не ожидаешь, откроет тебе свою тему, а не ту тему, которую ты лёжа на диване, выпивая там, валяясь, пропадая в кафешках, ты ожидаешь. Скажи, я умею что-то делать, дайте мне работу, я буду работать, буду водителем работать, буду таксовать. Вот это наша проблема. А женщины бедные, они готовы, они чем разводиться, готовы выйти на работу, в две смены работать. И даже когда они выходят работать, ты ленишься, присматривать за детьми, что-то принести – это одна из причин очень распространённых, которые толкают на развод. – Субтитры создавал DimaTorzok – Субтитры создавал DimaTorzok –